Итак, нам нужно переделать наше приложение таким образом, чтобы оно правильно работало с асинхронным получением данных. Начнем с метода DisplayDeals. Теперь внутри мы будем запрашивать данные о текущем пользователе при помощи метода UserCurrent. После получения мы переходим к получению данных о списке пользователей рейтинга, вызывая метод StepOneGetRatingUsers. Внутри мы вызываем список получения элементов нашего хранилища Users, обращаясь к функции RESTAPI EntityItemGet. Дожидаемся результата, сохраняем известные нам на текущем этапе данные пользователи рейтинга во внутреннем массиве нашего приложения, а заодно сохраняем идентификатор этих пользователей в массиве, который послужит параметром для вызова второго шага — метода StepTwoGetUserData. Метод StepTwoGetUserData нужен нам для того, чтобы получить данные пользователей портала по их идентификаторам, поскольку метод UserGet может принимать в качестве значения параметром массив. Дожидаемся результата и заполняем массив данными пользователей. Только в случае получения всего перечня данных мы переходим к третьему шагу — методу StepThreeGetUserDeals. StepThreeGetUserDeals умеет получать данные о сделках указанных пользователей. Поскольку задача нашего приложения — это определение рейтинга на основании суммирования сделок за день, мы вообще-то должны отобрать сделки пользователей за предыдущий день. Именно этим занимается код, формирующий значения переменных Today и Yesterday. Однако пока что мы не будем реально подставлять эти значения в параметры фильтрации сделок у функции RestApp CRMDealList, поскольку приложение в процессе разработки и хочется избежать лишней работы в виде генерации тестовых сделок для разных календарных дат. Мы будем выбирать все сделки конкретного пользователя, зная, что в нашем конкретном тестовом портале их довольно мало. Итак, мы получаем список сделок пользователей рейтинга всех сразу пачками по 50 штук, поскольку именно так работают все списочные методы RestApp. И когда все данные получены, мы переходим к последнему, четвертому шагу — методу Step4DisplayRatingData. Этот метод занимается формированием интерфейса приложения на основании всех полученных данных. Формирует два блока — блока с данными о сделках всех участников рейтинга и блока со статистикой текущего пользователя, от имени которого запускается приложение. Вот и все. Наша цепочка состоит из пяти шагов, если считать, начиная с метода DisplayDeals, позволяя гарантированно получить все необходимые данные для формирования интерфейса. Запустим новую версию нашего приложения. Как вы видите, наша цепочка методов прекрасно отработала. А если мы снова посмотрим отладочную информацию в консоли браузера, то еще раз убедимся в правильном порядке возвращения данных. Не всегда удобно строить все приложение в виде единой цепочки методов, ожидающих событий возврата. Главное, чтобы приложение не начало делать нечто, зависящее от еще недополученных данных. Можно создать массив флагов, которые будут показывать, загружена ли та или иная часть данных приложения. И на определенных этапах сборки пробегаться по этим флагам и проверять, все ли готово. Скажем, на слайде мы видим, что пакет данных 1 и 3 уже загружен. Значит, как только при очередной проверке окажется, что загруженный пакет 2, мы можем, например, полностью обновить вывод данных в интерфейсе. Давайте переделаем наш пример на механизм таких флагов. Во-первых, создадим в нашем приложении методы для работы с флагами. Метод addLoadedKey, который добавляет именованный ключ для проверки загрузки. А во-вторых, isDataLoaded, который проверяет, все ли ключи отмечены как загруженные. Если в процессе проверки выясняется, что все загружено, то метод isDataLoaded вызовет метод ProcessUserInterface, который выводит все данные приложения в нужном виде в пользовательском интерфейсе. Теперь можно вносить изменения в логику. Снова испортим метод DisplayDeals. В нем мы инициируем нужные нам ключи. Ключ для проверки загрузки данных текущего пользователя. Ключ проверки загрузки списка участников рейтинга. Ключ загрузки данных пользователей. Ключ загрузки данных рейтинга. И ключ загрузки сделок текущего пользователя. Тут же воспользуемся красотой подхода и запросим данные текущего пользователя при помощи функции RESTAPE UserCurrent. Обратите внимание, что сразу после этого, в отличие от предыдущей версии нашего приложения. Не дожидаясь результата, мы вызовем метод GetRatingUsers, который будет загружать список пользователей рейтинга. Мы можем сделать это, поскольку нам совершенно все равно, когда Bitrix24 соизволит рассказать нам о текущем пользователе. Это никак не влияет на получение списка участников рейтинга. А внутри обработчика получения результата мы фиксируем факт загрузки данных о пользователе, включая для этого флаг CurrentUser и вызывая метод IsDataLoaded. Если к этому моменту получения данных в этом обработчике вдруг окажется, что прочие ключи уже тоже активированы, то приложение займется выводом данных в интерфейсе. А если не окажется, то и не беда, окажется в другом месте, но внутри данного обработчика мы об этом можем уже не думать. В этом удобство подхода мы разбиваем логику приложения на относительно независимые куски и не строим глобальную цепочку загрузки, которая вынуждает нас всегда держать в голове последовательность получения данных. Перейдем в метод GetToRatingUsers. Здесь мы, как и раньше, обращаемся к функции EntityItemGet, а внутри обработчика аккумулируем полученные данные, чтобы в самом конце включить флаг UserList. Здесь мы не вызываем метод IsDataLoaded, поскольку точно знаем, что прочие данные еще не были загружены. Ведь мы не можем ни получить имена пользователя рейтинга, ни получить данные об их сделках до того, как получили, собственно, список идентификаторов участников рейтинга. Поэтому в текущем опроводчике мы только включаем флаг, а затем последовательно, то есть не дожидаясь возврата результатов, запускаем сразу три задачи. Получение данных пользователей GetUserData. Получение сделок текущего пользователя GetCurrentUserDeals. И получение накопленных данных рейтинга GetUserRatingData. Идем в метод GetUserData. Как и в предыдущей версии приложения, он использует функцию RESTAPI UserGet для получения данных по массиву идентификаторов и сохраняет полученные данные в массиве. Что изменилось по отношению к предыдущей версии? Раньше мы вызывали в конце метод получения сделок, а теперь нам на это начхать. Мы просто включаем флаг UserData и вызываем проверку завершения загрузки из DataLoaded. Мы загрузили. Сделай с этим, что хочешь, как бы сообщаемый приложению. Аналогичная история с методом GetUserRatingData. Тут надо отметить, что в предыдущей версии приложения у нас не было такого метода, поскольку до сих пор мы не сохраняли данные о сумме сделок в хранилище. Настала пора научиться. Итак, предположим, что данные рейтинга пользователей за вчерашний день каким-то волшебным образом уже лежат в хранилище Ratings. Значит, мы должны их прочитать и вывести в интерфейсе. Для этого воспользуемся функцией RESTAPI EntityItemGet, указав в качестве параметра массив идентификаторов участников рейтинга и дату вчерашнего дня. Свойство ThisYesterday было инициализировано в конструкторе нашего приложения. Вы сможете самостоятельно ознакомиться с этой частью кода. Продолжаем. Мы запросили данные рейтинга, получили их, сохранили в массиве и в конце снова воспользовались общей логикой. Подняли флаг загрузки своего куска данных RatingData и вызвали метод IsDataLoaded. Остается метод GetCurrentUserDeals. Здесь потребуются некоторые пояснения. Как я уже говорил ранее, любые запросы к RESTAPI выполняются в рамках прав того пользователя, который запустил приложение. Следовательно, фактически может возникнуть ситуация, при которой текущий пользователь вообще не имеет доступа к сделкам своих коллег. А значит, попытка прочитать сделки всех участников рейтинга приведет лишь к тому, что реально в результат попадут только сделки текущего пользователя. Конечно, в данном случае мы обладаем правами администратора портала, но разрабатывать приложение нужно с учетом его дальнейшей эксплуатации. Поэтому дальнейшая логика приложения будет следующая. Каждый из участников рейтинга может сам запускать приложение. Тогда приложение будет получать сделки этого участника рейтинга, суммировать их и обновлять данные только рейтинга этого конкретного участника в хранилище рейтинга. При этом видеть данные своих коллег каждый участник сможет, поскольку права на хранилище рейтинга у всех одинаковые. Соответственно, если участник рейтинга в приложении не зашел, то за предыдущий день его рейтинг просто будет нулевым. Для реализации этой логики нам нужен метод GetCurrentUserDeals и метод SaveRatingData, который мы рассмотрим позже. Что происходит в GetCurrentUserDeals? А там все просто. При помощи функции RESTAPIS CRMDealList мы получаем сделки текущего пользователя, получаем их сумму, а в конце не только включаем флаг окончания загрузки сделок UserDeals, но и вызываем метод сохранения рейтинга текущего пользователя SaveRatingData. В момент работы этого метода, скорее всего, параллельно уже будет отрисовываться пользовательский интерфейс. Но нам это никак не мешает, поскольку сохранение данных рейтинга никак на этот интерфейс не влияет. Пусть наше приложение делает два дела одновременно. Раз уж мы вынуждены мириться с недостатками асинхронного получения данных, будем использовать и преимущества. Метод SaveRatingData использует еще пару функций RESTAPI по работе с хранилищами. Сначала мы предполагаем, что нам потребуется сохранить данные о сделках текущего пользователя в новом элементе хранилища Ratings. А значит, мы будем использовать метод EntityItemAd, который принимает ряд простых параметров. Название хранилища, дату активности элемента, название элемента и перечень значений свойств элемента. Для тех из вас, кто работал с платформой Bittrex управления сайтом, думаю, очевидно, что эта API основана на инфоблоках. Если же мы понимаем, что данные рейтинга текущего пользователя уже были сохранены, а такое возможно, если один и тот же пользователь несколько раз заходил в приложение, то вместо добавления элементов мы обновляем данные существующего и используя для этого функции RESTAPI EntityItemUpdate, которая отличается от EntityItemAd только тем, что в качестве параметра указывается идентификатор обновляемого элемента хранилища. Собственно, вот и все. Мы, конечно, дожидаемся возврата результата сохранения рейтинга, но в основном только для того, чтобы выяснить, не произошла ли ошибка при сохранении. Посмотрим, что получилось. Если теперь мы зайдем в приложение Rating, то увидим, что сумма сделок не нулевая только у текущего пользователя, в то время как данных о втором участнике в рейтинге нет. Зайдем в то же самое приложение от имени другого пользователя. Как вы видите, теперь мы наблюдаем как данные нового текущего пользователя, так и данные предыдущего участника, которое приложение получило из сохраненных хранилища данных. Если теперь мы переключимся в приложение снова от имени первого пользователя, то сможем удостовериться, что он тоже видит полную картину.